здравствуйте приветствую вас на видео канале доктор скачков чтобы чашка чая помогла вам укрепить иммунитет без риска для вашего здоровья и жизни нужно знать некоторые нюансы а именно как готовить чай правильно если вы считаете что укрепить иммунитет это поможет только одна чашка чая это ваш выбор иммунная система достаточно сложный механизм и помогать ему работать нужно определенное время и вот чай правильно приготовленный реально может помочь вашей иммунной системе работать лучше но это процесс и регулярно используя чай неправильно вы в этом процессе можете навредить своему здоровью причем большая половина людей может пострадать не дожив до укрепления иммунитета в этом видео вы узнаете вот полезную информацию как использовать правильно воду какую воду как ее подготовить для того чтобы ваш иммунитет работал лучше а вы не рисковали своей жизнью в теме воды я нахожусь достаточно но одна из первых брошюр про водолечения была издана еще в прошлом веке была такая брошюра про воду вода ее значение для организма в двух частях баня сауна там тоже пью чей и очень легко укрепить иммунитет в бане потеряв свое здоровье попытаться укрепить иммунитет также есть интересная брошюра про обмен на дистрофические заболевания суставов неправильно готовят чай вы рискуете потерять свои суставы а мужчины рискуют потерять потенцию цель понятно нужно укрепить иммунитет потому что впереди сезон гриппа и простуд и такая брошюра про грипп профилактику и как правильное лечение рациональное и реабилитацию после гриппа также мы со временем свое время было опубликовано и также как же приготовить чай а нужно подготовить воду как основной растворитель тех сотен биологически активных веществ которые должны попасть в напиток чтобы укреплять вашу иммунную систему помогать ей работать лучше и как же воду правильно подготовить первый полезный совет диетолога система очистки воды нельзя использовать любую воду нужно использовать только правильно очищенную воду и первое на что вы должны обратить внимание ваша система очистки воды должна всегда освобождать воду от возбудителей бактериальных вирусных грибковых инфекций глистных и паразитарных инвазий я часто напоминаю именно об этой особенности ее часто игнорируют а это важно иначе у вас будет не просто чай для здоровья но заваренный на бульоне из возбудителей различных инфекций не думаю что вашему здоровью вашей иммунной системе это понравится второй полезный совет диетолога вода всегда должна быть максимально очищена от любых химических веществ не только от пестицидов гербицидов канцерогенов которые попадают разными путями воду но это обычно химических веществ которым мы привыкли напомню что вы используете воду не для питья которую перечищать нельзя а для приготовления чая и чем больше химических веществ вы удалите из такой воды тем больше очищенная вода сможет излечь биологически активных веществ из чайного листа понимаете в чем разница соли кальция либо магния соли жесткости которые присутствуют в обычной воде они будут мешать растворению большинства биологически активных веществ из чайного листа и если вы используете плохо очищенную воду то полезный совет диетолога вы уже можете использовать для приготовления чая недорогой чай стоимостью полторы две тысячи долларов а дешевый чай из пакетиков какая вам разница все равно масс основные биологически активных веществ не могут раствориться и попасть ваш чайный напиток зачем тратить деньги если вы понимаете сколько теперь вы можете экономить ну поставьте хотя бы на мои видео лайк можете написать комментарий доктор спасибо теперь я знаю как сэкономить деньги и куда их вложить далее что еще почему максимально очищены вода прекрасный растворитель но когда какое-то химическое вещество растворилась воде вокруг него молекулы воды они уже не могут ничего растворять из чайного листа и подтверждение моих слов вы можете найти в фармакопеи откройте фармакопею проверьте какая вода используется для извлечения биологически активных веществ из лекарственных растений а напомню чайный лист относится не к пищевым растениям а все-таки к лекарственным там как минимум три активных вещества сильнодействующих вещества при контакте с которыми погибают насекомые они обладают мощными инсектицидными свойствами и вот управлять этими активными веществами нужно уметь поэтому для того чтобы извлечь максимум полезных веществ других из чайного листа вода должна быть максимально очищена иными словами если вы будете заваривать чай на дистиллирной воде вы получите больше пользы для своего здоровья далее температура воды часть экспертов утверждает что для приготовления чая вообще для скажу по-другому часть экспертов утверждает что нагретая вода это мертвая вода конечно если вы взяли болотную воду скипятили и и от вы получили бульон из разрушенных бактерий которые были в этой воде какую воду использовать нельзя вернитесь к началу видео просмотрите какую лучше а вы очищенной воде вы можете ее нагревать и напомню что отдельные эксперты утверждают что нагретая вода мертвая вода но есть полтора миллиарда экспертов в индии полтора миллиарда экспертов примерно китае около 300 миллионов экспертов в японии где чайная церемония эта культура столетиями поддерживается и откуда она распространилась на весь земной шар там почему-то заваривают чай не на холодной воде а все-таки с нагреванием поэтому нагревать придется вопрос до какой степени часть экспертов советуют что нагревать воду для приготовления чая нужно до состояния белый ключ иными словами когда вы смотрите на воду впереди нагревания вы видите что вода была прозрачная и вдруг стала белая вот это состояние белый ключ и советуют заливать именно такой водой чайный лист вот здесь я вам скажу просто это вода в которой растворенные газы пытаются выйти но они находятся еще в растворенном состоянии а один из очень распространенных газов в воде это все-таки кислород а это очень жесткий окислитель при нагревании окислительная способность кислорода увеличивается если вы такой водой попробуйте залить чайный лист то кислород окислит биологически какие вещества ему все равно что окислять бактерии которые могут попасться по дороге вирусы грибки возбудители глистных паразитарных инвазий либо биологически активные вещества чайного листа слава богу там несколько сотен но они биологически активны соответственно они под действием кислорода свою активность потеряли и вновь если вы хотите заливать и готовить чай вы хотите приготовить чай для иммунитета на воде в состоянии белый ключ вы вновь можете экономить вам не нужен дорогой чай с большим количеством ценных биологически активных веществ за которые вы платите деньги берите чай в пакетиках вы сэкономите еще раз вы все равно не получите тот напиток на который вы рассчитываете а воду в состоянии белый ключ я бы советую использовать несколько по-другому а именно обработать ею чашку который вы будете из которого будете пить чай или обработать заварник вот кислород в этом случае очень активно убивает бактерии и убирает вот то что говорят злые духи в заварнике поэтому нужно ополоснуть кипятком конечно злые духи это возбудители бактериальных вирусных грибковых инфекций которые могут там быть но вы можете от них избавиться легко обработав посуду водой в состоянии белый ключ я бы советовал вам сделать несколько больше все-таки пусть вода немножко покипит дойдет до стадии кипения и вот этой водой значительно лучше обработать заварник обработать посуду чтобы она была более чистой не успеют бактерии присоединиться за несколько минут и навредить вам в той мере а если они там были вот от них лучше бы избавиться и вот когда вы заварник вот вода нашла до кипения вы нагревательный элемент выключаете вода у вас постепенно остывает а вы вот этой водой обработали заварник которым потом будете заваривать чай залейте эту воду в чашки из которых вы будете пить чай особенно если чашки у вас стояли донышком внизу после того как вы помоете посуду желательно ее перевернуть в этом случае вода уйдет а бактерии не попадут если у вас чашка стоит таким образом влажный в влажной среде могут развиваться любые бактерии и любые сюрпризы для вашего здоровья со знаком минус могут возникнуть поэтому так делать не стоит а как лучше делать я вам уже рассказал и пока вы обработали чашку обработали заварник горячей водой вас вода продолжает остывать когда температура воды для приготовления чая снизится примерно 90 даже к 80 градусам вот это идеальная вода для того чтобы извлечь биологически активные вещества из чайного листа чтобы они принесли вам пользу здесь и сейчас и что вы могли получить укрепление иммунитета в перспективе вот так следует поступать тем кто абсолютно здоров замечу не считает себя здоровым а абсолютно здоров если же вас уровень артериального давления отличается от нормальных цифр я имею ввиду диапазон верхнее давление 110 120 миллиметров тукного столба а нижние 80 70 миллиметров тут столба иными словами 120 на 80 110 на 70 если у вас цифры в любую сторону отличаются вам нужно чай заварить по-иному я понимаю гипертоников тех у кого давление выше то есть ваш гипоталамус не может при нормальной цифрах артериального давления поддерживать обменные процессы он его повышает если вы неправильно приготовите чай вы рискуете своим здоровьем что имею ввиду по словам неправильно часто пью чай с лимоном лимонная кислота как и другие кислоты усиливают растворимость вы напитки алкалоида кофеита а он обладает свойством вы ослабленные сердечно-сосудистой системе либо в нарушенной ее регуляции повышать артериальное давление если вы именно таким способом будете пить чай с лимончиком да он вкуснее вы рискуете не только гипертоническим кризом здесь и сейчас могут не выдержать сосуды возможно инфаркт инсульт либо острая сердечная недостаточность и гипертоники чаще всего чай не пьют но я бы советовал вам использовать несколько другую особенность иными словами при перед тем как вы заварники окажется чайный лист вместе с водой должна поступить не кислота а щелочь иными словами щепотка пищевой соды в заварнике сделает алкалоид кофеин нерастворимым иными словами ваша сердечно-сосудистая система не будет подвергаться определенной угрозе и вы доживете но укрепление иммунитета без риска гипертонического криза как минимум инфаркта инсульта как максимум вот что делать гипотоникам они тоже вне той зоны комфорта которую я рассказал гипотоникам чаще всего советую пей чай с лимоном повысь артериальное давление посмею вам напомнить что артериальное давление это не просто какой-то показатель это интегральный показатель уровня здоровья вашего организма при котором ваш гипоталамус понимает что скорость обменных процессов не может поддерживаться на более высоком уровне тормозит на уровень метаболического обеспечения чаще всего когда вы не знаете как обеспечить правильное питание своему организму ваш гипоталамус будет тормозить и вот здесь искусственное повышение скорости обменных процессов может привести к серьезным негативным последствиям здесь и сейчас мужчин может быть острая сердечная недостаточность у женщин острая сосудистая недостаточность по той простой причине что если вы не знаете у вас нет индикатора другого вас есть один индикатор скорость обменных процессов снижена я бы не советовал вам искусственно ее разогревать обеспечить своему организму правильное питание тогда ваш гипоталамус самостоятельно выведет вас в более комфортный диапазон активности обмена веществ и вашей работоспособности по-иному опасно для жизни и здесь степень опасности не меньше чем для гипертоника хотя часто советуют выпить чай подними давление повысь работоспособность очень рискованное это занятие если вы этим процессом не можете управлять и если вам не посоветовал сделать такое такой напиток врач одной специальности врач реаниматолог он понимает что обменные процессы в организме идут напряженно если не поддержать экстремальным образом сердечно суть системы вы можете просто умереть здесь и сейчас поэтому только в этом случае это рекомендация исполнима в иных случаях нужно игнорировать эту рекомендацию заниматься правильным питанием изменить свой образ жизни особенно если у вас темные круги под глазами холодные кисти стопы это следующие стадии нарушения работы вашего организма и опасности для вашего здоровья ну основные особенности какую воду использовать для приготовления чая чтобы укрепить иммунитет в этом видео я рассказал в следующем видео я расскажу как же правильно выбрать чайный лист для того чтобы укреплять вашу иммунную систему вода это прекрасно вода растворитель с водой вы разобрались надеюсь ваш уровень экспертности в этом вопросе повысился если вы считаете что хоть как-то я вам помог не забудьте поставить на это видео лайк можете написать это в комментариях что какие-то нюансы вы не знали они очень важны для вашего здоровья вашей жизни можете сделать репост тут говорится выбор ваш но в следующем видео я расскажу как выбрать чайный лист чтобы его биологически активные вещества помогали вам укреплять ваше здоровье улучшать вашу иммунную систему из риска для вашей жизни вот этой позитивной ноте это видео буду заканчивать с привычным подписчикам моих канала словами крепкого здоровья и разумного к нему отношения а пока вы думаете кому отправить ссылку на это видео я подумаю как лучше написать следующее видео и опубликовать на своих видео каналах до новых встреч на моих видео каналах доктор скачко и школа доктора скачко это youtube а также школа доктора скачко в instagram